На встречу с заместителем руководителя региональной энергетической комиссии пригласили представителей ресурсоснабжающих организаций курорта и управляющих компаний. Посвятили встречу вопросам предоставления коммунальных услуг и ограничений роста размера платы граждан за коммунальные услуги. Озвучил Денис Негреба коллегам и итоги тарифного регулирования, отметив, что все параметры за 2018 год по краю выдержаны и составили 4%. Что касается традиционного повышения тарифов на коммунальные услуги 1 января, то оно не произойдет. С 1 января тарифы не повысятся. Тарифы у нас, как принято решение, будут повышаться с 1 июля. Но это, к сожалению, необходимое решение, потому что инфляция все-таки есть. Газ, на основе которого производится тепловая энергия, растет в цене. Электроэнергия тоже в основном производится на газе, тоже растет. Соответственно, инфляционные процессы все-таки толкают тарифы на коммунальные услуги вверх. Происходить это будет в пределах индексов в соответствии с постановлением правительства. Это в целом по Краснодарскому краю 4%. Я скажу более, что фактически мы выдерживаем индекс повышения платы граждан в размере 3,7%. Повышение тарифов связано с необходимостью инвестиционных программ, снижение износа этого оборудования, на которые фактически оказывают эти услуги. К сожалению, длительное время ничего не обновлялось. Поэтому для того, чтобы постепенно приводить к необходимому уровню оказания услуг, ну, к сожалению, тарифы даже несколько подрастать. Что касается тарифа на вывоз мусора, то он зависит от наличия мусорного полигона в городе. В настоящий момент услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, они являются конкурентными. Регулируется тарифом захоронений, обработка отходов, а также, если по определенной графической зоне, в частности, это Краснодар-Ординский район, выбран региональный оператор. Там в целом обращение с твердыми коммунальными отходами. В остальных случаях, как я уже сказал, это конкурентное поле, соответственно, на договорной основе. Так вот, в Краснодарском крае только один есть региональный оператор. Это мусороборочная компания. В Сочи до сих пор региональный оператор не выбран, который относится к Белореченскому полигону, город Сочи. Но это вопрос, который необходимо совместно решать муниципалитету, краю и властям.